Друзья, всем здравствуйте! Тимофеев Роман, Академия Регби. Сегодня говорим с Павлом Дыхановым, врачом спортивной медицины, реабилитологом, мануальным терапевтом, врачом юниорских сборных России по регби. В прошлый раз мы с Павлом разговаривали на тему травм задней поверхности бедра, а сегодня Павел расскажет нам о проблемах сухожилий, которые могут возникать у спортсменов, на примере проблем сухожилий четырехглавой мышцы бедра. Павел, тебе слово, начинай. Здравствуйте, слушатели, коллеги! Да, уже тему сегодняшнюю Роман огласил, поэтому перейдем непосредственно к делу. Сейчас в последнее время это называют тендинопатией, собственно, связки антколенника, про нее мы будем разговаривать. И снова для начала у нас вспоминаем анатомию. Справа видим мы четыре головки, четырехглава мышцы бедра, латеральную и медиальную широкую, прямую мышцу бедра и промежуточную. Три из них, это латеральная, медиальная и промежуточная, у нас являются односуставными, воздействуют только на коленный сустав, выполняют его разгибания. А прямая мышца, помимо этого, участвует еще и в сгибании тазобедренного. И, значит, все эти мышцы общим сухожилием, слева я обвожу курсором, общим сухожилием присоединяются к надколеннику, и затем от надколенника продолжаются уже в виде собственной связки и крепятся к бугристости большеверцовой кости. Но и нижняя эта часть, соединительной ткани, и верхняя считается, в принципе, сухожилием четырехглавой мышцы, несмотря на то, что называется, собственно, связка. Поэтому, в общем, мы будем говорить сухожилие четырехглавой мышцы, будет иметься в виду и то, и то. Но чаще всего вовлекается в процесс та часть, которая располагается ниже коленной чашечки, поэтому в основном речь будет идти о ней. Значит, что же такое тендинопатия в собственной связке надколенника, или же четырехглавой мышцы, или же коленопрыгуна, еще ее называют? Это процесс, который характеризуется болью, локализованной на нижнем полюсе надколенника, как мы уже говорили. И боль эта связана с нагрузкой и усиливается при увеличении нагрузки на разгибатели коленного сустава. То есть, в принципе, все просто. Болит тогда, когда напрягается четырехглавая мышца, собственно говоря. Ну, это сразу можно связать с какими-то упражнениями. Это вставание из положения седа со штангой, да, допустим? Да, 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 и ухудшаться это будет дальше, чем больше... Как сказать-то правильно? В общем, это присутствует, данная проблема при движениях, которые требуют накопления и высвобождения энергии от сухожилия. То есть, например, прыжок из приседа. То есть, когда из растянутого состояния, она резко переходит в сокращенное. Вот здесь будет наиболее часто, поэтому, собственно, называется колено прыгуна. То есть, прыжок, приземление или же, что больше относится к регби, смена направлений при беге тоже будет провоцировать болевой синдром. Но в том числе, опять же, да, это приседы, вставание со стула, там, приседы на одной ноге, болгарские приседы. Если они выполняются, резкое падение вниз и потом вставание. Да, 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 то есть, такой механизм пружины. Когда она сначала растянулась, в данном случае четвероглавая мышца, ее сухожилие, и затем сокращается. Ну, то есть, палеометрическая нагрузка, если мы будем терминами говорить. Вот в данных ситуациях наша проблема проявляется. И вот как раз, чтобы это подтвердить, справа у нас табличку я сделал. В одном из исследований оценили нагрузку на сухожилие четырехглавой мышцы во времени. То есть, вес тела в секунду. И при двустороннем жиме ногами 5,2 мы видим показатель нагрузки в секунду. И сразу можно мы оценить, насколько он возрастает, когда мы оцениваем, например, приземление после вертикального прыжка 38. Видим этот показатель. А если прыжок в длину, то есть горизонтальный во время приземления, или же, например, несколько прыжков подряд, то во время такого приземления этот показатель вырастает аж до 93. Вот тут интересный момент. Я откровенно думал, что больше нагрузка будет при вертикальном прыжке. А по сути выясняется, что больше нагрузка при горизонтальном. Да, там имеет место механизм, что при горизонтальном прыжке несколько больше во время приземления сгибания колена происходит. И также она возрастает, если у нас несколько прыжков подряд. Ну, тройной, допустим, или какие-то еще вариации. Поэтому вот этот механизм пружины используется больше, то есть накопляется энергия больше, которая затем освобождается. Соответственно, больше нагрузка, и, соответственно, сильнее провоцируются симптомы той проблемы, по которой мы сегодня говорим. Вот, то есть, зная это, можно оценивать уже примерно, когда возникает этот болевой синдром. То есть, сам спортсмен может как-то начинать задумываться. Если больше связано с такими типами нагрузки, то можем мы уже думать о той патологии, про которую мы сегодня говорим. И, значит, логично, что так как она связана напрямую, эта проблема с нагрузкой, то возникать она будет либо чаще всего, по крайней мере, либо если резко увеличились нагрузки тренировочные по какой-то причине, либо когда, например, нагрузки возобновились после какого-либо отдыха, то есть там отпуска или еще чего-то, или очень в данном случае сейчас, да, это применимо, так как пока карантин, все-таки понятно, что все спортсмены там профессионалы и тренируются дома, но, наверное, не все смогут должный объем нагрузки поддерживать, находясь в домашних условиях. Поэтому вот, например, там 4-6 недель приводят в некоторых исследовании период отдыха, после которого во время возобновления могут появиться такие симптомы. Ну, то есть при всех прочих равных, что даже сейчас спортсмены у нас тренируются дома, выполняют палеометрические упражнения, мы также, кстати, записали рекомендации Марка Беннета, но есть риск, что они выйдут на поле, и тот предложенный объем тренировочного тренера, который будет выполняться, может привести к воспалению, верно? Ну да, то есть он уже будет гиперсверх того, что может сухожилие выдержать. Ну, то есть все равно при выходе необходимо будет несколько недель, ну, по логике нагрузки постепенно увеличивать. Да, хотя бы какие-то мы сегодня там определимся с рекомендациями, то есть хотя бы какие-то специфичные вещи для данной патологии выполнить, чтобы максимально подготовить сухожилия и надеяться, что не будет проблем возникать. Конечно, 100% сложно обещать, но тем не менее, все для профилактики, мы попытаемся рекомендовать, что можно. Вот на данном слайде видим мы факторы риска, которые могут приводить к данной проблеме. Разделил я их условно на внешние и внутренние. То есть внешние, как мы уже проговорили, это уровень нагрузки, который либо резко увеличился, либо возобновился на том же уровне, но после длительного отдыха. Потом есть исследования, которые подтверждают, что прием препаратов стероидов, я думаю, это понятно, все, наверное, слышали много где, что на соединительную ткань, в частности на сухожильную, а не связочную, влияют отрицательно и увеличивают риск разрыва. И вторая группа – это антибактериальные препараты, вторхиналоны. Поэтому просто, чтобы отпечаталось это в голове, как галочка, есть доказательства, что прием данных препаратов в будущем является фактором риска развития тендинопатии. В данном случае четырехглавы мышцы бедра, ну, в целом, может, не только в этом месте. Потом еще такой интересный факт, немного где он есть, там в одном из исследований исследователи нашли подтверждение, что даже бег, например, в холодных климатических условиях может быть фактором риска развития тендинопатии собственно связки от коленника или сухожилия четырехглавы мышцы. Это внешние факторы и внутренние, то есть то, что мы можем на осмотре, например, проверить и как-то на это повлиять, это ограничение тыльного сгибания голеностопного сустава. Сейчас я потом будет слайд, где более подробно мы об этом поговорим, но то есть там просто в кинематической цепи некие нарушения происходят, которые увеличивают нагрузку на четырехглаву мышцу и на ее сухожилие. Потом, собственно, сама по себе слабость мышц бедра как передней, так и задней поверхности может к этому приводить. Ну и какие-то нарушения симметричности, то есть, например, разной длины конечностей. Но все это условно, потому как прям таких, чтобы вот первое, второе, третье, вот это никогда не делайте, у вас никогда не будет тендинопатии в какой-либо области или в данном случае, собственно, связки от коленника, к сожалению, пока таких данных нет. В подтверждение этого, вот я привожу исследование на регбистах, по-моему, в Академии регби в Ирландии оно было произведено. Просто группе из состоящих из четырех команд провели сначала ультразвуковую диагностику сухожилия четырехглавой мышцы и увидели, вот здесь чуть размыты цифры, но я думаю, можно увидеть. В одной команде 15, в другой 9, и в двух других по три спортсмена, у которых были изменения, говорящие о ненормальном состоянии собственно связки от коленника. И из них уже осмотром были подтверждены данная патология, то есть подтвердилась проблема. Шесть человек в первой команде, два человека во второй, а в третьей и четвертой не подтвердилось. То есть первое, какие мы выводы делаем, что функциональная диагностика еще ни о чем не говорит, даже если визуализировались какие-либо отклонения, нужно, чтобы было подтверждено хотя бы жалобами и тестами, проведенными на осмотре. Только тогда мы можем сказать, что диагноз тендинопатии подтвержден. И второе, то что нет какой-то четкой связи вот с теми факторами риска, про которые мы говорили на предыдущем слайде, потому что вот на нижней табличке приведены показатели там возраста, роста, веса, объема бедра, и прочего у тех, у кого обнаружены изменения на ультразвуке, и тех, у кого не обнаружены изменения. И мы видим, что они в принципе сильно не отличаются. Плюс-минус то же самое. Поэтому четких факторов риска, как я уже говорил, сложно выделить. Было бы, конечно, интересно, если бы они еще привели те же самые показатели у тех людей, у которых подтвердилось не только на УЗИ, но и по данным осмотра проблема эта. Но, к сожалению, почему-то они не дали идти. Ну и, наверное, техника бега, техника прыжка, как ты говорил вначале, тоже будет влиять на риск. Да, конечно, просто здесь они ее не оценивали, но вообще, да, мы сейчас этого еще коснемся. То есть биомеханика этих движений, упражнений, в которых вовлекается вот та самая палеометрическая нагрузка, естественно, будет тоже фактором риска. Ну, то есть можно для тренера сказать о том, что фаза, в которой будут развиваться скоростные способности и скоростно-силовые способности, она же связана с применением палеометрики, может приводить к воспалению. А обычно эти фазы уже находятся в близком, это близкий этап к соревнованиям, то тут такая ситуация, когда стоит задуматься, давать ли большое количество прыжковой работы перед соревнованиями, когда можно получить такой дискомфорт и снизить производительность игроков. Ну да, то есть нужно оценивать, зачем мы рискуем, потому как, ну вот это, если эта проблема разовьется, мы уже для этого коснемся в будущем, она лечится достаточно длительное время, поэтому нужно это учитывать. Ну то есть так это, если прям очень коротко для себя на этом этапе резюмировать, то большой объем палеометрической работы скорее навредит, чем даст лучше хороший результат. Да, особенно внутри сезона. То есть когда у нас присутствует игровая нагрузка, когда тренировочная нагрузка, когда все это вместе, и мы еще туда добавим палеометрику, в данном случае, то да, это будет существенным риском для развития тендинопатии. Да, ну и плюс еще мы не забываем ахиллово сухожилие, которое также может быть травмировано. Да, то есть чаще всего у нас тендинопатия ахилла, тендинопатия четырехглавой мышцы, тендинопатия и тендинопатия надосной, это которые чаще всего бывают. Также бывают, конечно, иногда еще сгибатели бедра, там приводящие, вот, но чаще вот эти три обычно беспокоят спортсменов. Теперь переходим, значит, немного коснемся патофизиологии данного процесса. Значит, ключевым феноменом является тендиноз, то есть вот Роман несколько раз сказал воспаление, я его не исправлял, пока мы не дойдем до этого слайда. То есть это происхождение изменений сухожилия, они дегенеративные, они воспалительные. То есть долгое время считалось, да, часто использовали термин тендинит, касаясь данных проблем, но спустя время было доказано, что как таковых воспалительных клеток там и не присутствует, собственно, в препаратах сухожилий патологических, поэтому перешли к термину тендиноз, то есть который вот развивается в задней части максимального конца сухожилия надколенника, который, собственно, прилегает к его полюсу. Ну, а дегенеративные изменения, это мы понимаем, что изменяется сама структура сухожилия, ткань. Да, да, то есть параллельно ориентированные волокна коллагена, которые в норме находятся, параллельно ориентированные, как я уже сказал, они меняют свою ориентацию, происходит разволокнение сухожилия, теряется прочность, плотность, вот этим она характеризуется. Вот здесь у нас желтеньким цветом вот эти процессы обозначены, значит, дегенеративного сухожилия, а справа показаны участки неоваскулиризации, то есть образование сосудов в сухожилии, которых в норме там быть не должно. Этим тоже характеризуется процесс тендиноза, особенно на крайних стадиях, то есть туда прорастают сосуды, это напрямую связывают с болевым синдромом, который возникает у спортсменов, то есть из-за него чувствуется боль из-за этих сосудов, грубо говоря, можно так сказать, в этой области. И они неполноценно сформированы, то есть по логике можно подумать, что наоборот хорошо, как бы сосуды прорастают, значит, регенерация должна быть хорошая в данной области, но нет, так как они не могут сформироваться полностью в норму, и никакой пользы от того, что они там находятся, нет. Ну и плюс механическое напряжение, которое там возникает постоянно, мешает им. Да, да, да. И как раз вот здесь мы справа видим схемку, она является классификацией тендинопатии, вот как раз на основе, то есть гистологии, на основе патофизиологии. Видим мы здесь, значит, ненапряженное сухожилие, под нормальной нагрузкой может перейти в нормальное адаптированное сухожилие, и чем больше мы будем увеличивать нагрузку, тем адаптация этого сухожилия будет повышаться, и оно сможет выдерживать большие нагрузки по отношению к себе с вот этими элементами растяжения, сокращения. Но чересчур, если будет эта нагрузка, которая превышает то, что может выдержать сухожилие, оно перейдет сначала в первая стадия, это реактивная тендинопатия, потом в тендинопатию, у которой нарушается восстановление ткани, и следующая уже дегенеративная тендинопатия, это крайняя степень третья, в которую тоже она может перейти. И мы видим, что здесь стрелочками указано, что пока она на первой или второй стадии, изменение нагрузки, либо же добавление специфических упражнений может вернуть ее в стадию нормального сухожилия. Но если оно уже перешло в дегенеративную, то там все гораздо сложнее. И то есть, к примеру, приводятся сроки восстановления, например, на стадии реактивной, то есть, в первой стадии 2-4 недели можно восстановиться, то есть, ну, не так долго, в принципе, да? Пару недель, как бы, ничего такого серьезного. Вторая степень, это уже 12 недель, то есть 3 месяца. А следующая, дегенеративная тендинопатия, это 6-12 месяцев. То есть, за годом можно вылететь? Да, и что тоже не гарантирует восстановление. То есть, после 12 месяцев, говорят, даже такое есть, очень грубо это звучит, но если 12 месяцев не помогла терапия, да, там, упражнениями, чем-то еще, то она не пройдет никогда. Как бы грубо не звучало. Ну, обычно в таких случаях уже люди задумываются об оперативном лечении. Вот, есть там у травматологов несколько вариантов, как они выполняют оперативное лечение, но после которого, опять же, длительная реабилитация, потому как, если сухожилие до операции не было готово переносить нагрузку, то, естественно, после того, как там еще провели какое-то оперативное лечение, то адаптировать его, так скажем, к нагрузкам будет тоже сложно и долго. А есть какая-то статистика по возрасту? Какие возрастные группы чаще могут страдать? Ну, вот такой, там было предъявлено, где на регбистах, там нет разницы возраста. В принципе, обычно здесь не только о возрасте можно говорить, сколько, вот опять же, о переносимости нагрузки. То есть, с одной стороны, это может быть и спортсмен-юниор, да, вот с которым, например, я работаю, находятся, там, ну, то есть были такие диагнозы, и мы с ними работали, ну, в том числе во время сборов, по причине того, что у них, ну, вот несоответствие нагрузки, да, на сборах, когда они попадают в сборную команду России, там, и на тренировках, которые они получают в клубе, там, в своем юниорском составе. Вот, это как бы одна проблема. Ну, и вторая уже, ну, у них обычно это, то есть реактивная, обычно это, там, начальная стадия, еще у них не успела, там, перейти в вторую-третью степень. А уже у спортсменов, которые, ну, так скажем, не в расцвете сил, наверное, а в, там, ветераны, грубо говоря, да, у них больше, наверное, риск получения дегенеративной тендинопатии. Но это так, очень примерно, то есть такой четкой, прям, какой-то взаимосвязи с возрастными группами нет. Ну, мы можем, так, я для себя связать, я могу, с так называемой усталостной травмой, накопительной, что человек длительное время получал перегрузку, сначала боль была незначительная, там, перемежалась с фазами отдыха, ну, а потом где-то, вот, точка невозврата была пройдена, и произошло уже, там, либо разрыв сухожилия, либо невозможность продолжать заниматься из-за боли. Да, да, совершенно верно, да. Чаще, да, чаще все-таки будет симптомы не будут давать нормально тренироваться и играть. Разрыв бывает, конечно, но достаточно редкое явление. Идем дальше, собственно, переходим к слайду группы диагностика, и касаемся мы просто самого клинического осмотра, то есть как мы на осмотре можем эту проблему определить. Первую очередь нужно четко выслушать будут жалобы, то есть, как мы уже обсуждали, должна быть четкая корреляция между нагрузкой, то есть симптомы должны провоцироваться, как мы уже говорили, прыжками, приземлениями, там, может быть, в какой-то степени, там, ударами по мячу, сменой направлений. Это раз. Потом второе, локализация боли, как мы уже обсуждали, что это чаще всего нижний полис надколенника, или вот по ходу собственной связки, то есть туда ближе к голени, к бугристости, большеберцовой кости, либо иногда над коленом, над коленной чашечкой, но это редко. Чаще всего все-таки в нижних отделах. И можно еще попробовать такой вопрос задать спортсмену, то есть часто бывает феномен разогрева, так называемый, то есть когда, например, спортсмен начинает тренировку, там, или в начале игры пошла нагрузка, он ощущает боль, но в какой-то момент он ее перетерпел, ну и как бы разбегался, и то есть она прошла. Вот при данной проблеме на начальных стадиях у тендинопатии есть такой феномен. То есть вы начали тренировку, начали давать нагрузку, болит, потом как бы перетерпели, и оно вроде бы как прошло. Спортсмен думает, что все отлично, но потом на следующий день после этой нагрузки она болеть будет еще сильнее. Ну да, часто можно услышать рекомендацию от тренера, давай, давай, сейчас поразбегаешься, и все будет нормально, давай. Ну да, то есть если мы там говорим о каких-то там других проблемах, может быть, это и применимо, ну и то под знаком вопрос, но в данном случае точно это как бы не очень. И вот на основании как раз жалоб у нас есть вторая классификация, и здесь уже четыре степени выделяются, то есть первая, боль проявляется только после нагрузок, после занятий спортом, вторая степень, как раз о том, что мы сейчас говорили, появляется вот этот эффект разогрева, то есть бой появляется в начале нагрузок, потом исчезает, но во время усталости уже, то есть либо после тренировки болит еще сильнее. Третья степень, уже она болит у нас и в покое, и на тренировке, ну и четвертая, это уже, если произошел разрыв, ну мы говорили, что достаточно редко, но тем не менее в эту классификацию включена эта стадия. Значит, с жалобами мы определились, что спрашивать у спортсмена, чтобы думать о тендинопатии. Следующий, значит, тест основной, это вот, видимо, здесь изображение молодого человека, в данном случае он стоит здесь на скошенной, платформе, но, как бы лучше так делать, ну если нет возможности, то ничего страшного, просто, то есть присед на одной ноге до угла 90 градусов в колене, и смотрим провокацию симптомов, то есть опять же, сравниваем там со здоровой ногой, условно спровоцировать, не спровоцировались, там на каком угле, и если это есть, то уже еще больше вероятность, что мы подтвердим диагноз тендинопатии. Также можно провести тот самый тест, про который мы тогда говорили, это сингл лэг хоп тест, то есть прыжки на одной ноге. Также оценить, то есть, либо, ну как минимум, какие-то небольшие, может быть, болевые ощущения будут присутствовать, может быть, они будут не настолько выражены, но они, например, могут указать на то, что результаты данного прыжка будут заметно хуже, чем на здоровой ноге, ну или же, например, боль будет настолько выражена, что он просто не сможет осуществить этот тест. Я еще хочу вот коротко остановиться, спортсмен будет жаловаться на боль под коленом, не над коленом, не сбоку, а в области ниже коленной чашечки. Бывает над, как мы уже говорили, но достаточно редко, то есть в основном, да, вот нижний полюс надколенника в самом низу коленной чашечки и туда чуть-чуть ниже, ну по ходу, собственно, связки надколенника, по ходу голени. А вот вопрос, пока не перешли на следующий слайд, при пальпации, при нажимании в эту область будет болевой, провоцированность будет, да? Да, то есть да, при пальпации должна быть болезненной. Это не основной, не самый главный признак, но тем не менее, чаще всего, да, нажатие на собственную связку, оно дает боль. Паш, такой вопрос немножко в сторону. Есть еще такое заболевание, как болезнь ГОФА, воспаление жирового тела. Да, да, хороший вопрос. Мы сейчас, вот у нас буквально через два слайда будет дифференциальная диагностика. Там просто будет с картинкой, поэтому я там покажу, чтобы было более понятно. Давай. Да, потому что вопрос очень верный, потому как локализация патологии в этом случае и в нашем очень сходна, и жалобы будут похожи. Но мы там обсудим, как можно это без дополнительных методов исследования исключить одно от другого. И значит, здесь еще хотелось упомянуть, то есть, что нужно провести, ну так скажем, биомеханическую диагностику. Можно посмотреть амплитуду разгибания большого пальца, вот здесь в красном отмеченную, и амплитуду тыльного сгибания стопы, то есть, доросифлексии. Ну, то есть, моменты, когда стопа приближается к голени. Да, 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 и вот просто мы видим, да, вот здесь, например, в моменте приземления после горизонтального прыжка, то есть, вот в этом моменте, когда еще ноги практически прямые, будет включаться амортизационный механизм, вот как раз сгибателя большого пальца, а затем, вот уже здесь на последнем изображении, как раз будет участвовать доросифлексия. Если у нас эти амплитудные показатели будут снижены, скорее всего, вместе с этим будет снижена и сила мышц голени, соответственно, их амортизационная способность. То есть, больше нагрузка будет, они не будут забирать свою часть нагрузки, которые должны забирать, и, соответственно, на четырехглавую мышцу, на ее сухожилие, нагрузки будет приходиться больше. Оно будет перегружаться, и, в конце концов, может привести к тендинопатии. Поэтому это важно. И еще важный момент, например, который можно проверить, здесь мы говорили про горизонтальный прыжок, вертикальный прыжок, часто спортсмены, у которых либо на данный момент беспокоят, либо, например, даже просто была в анамызе, тендинопатия, сейчас уже, например, не беспокоит, будут приземляться на более прямое колено, то есть более разогнутое, чтобы не провоцировать этот момент растяжения и сокращения, они будут приземляться практически на прямую ногу. Вот. Это также можно проверить достаточно легко. Далее переходим на визуальные методы диагностики. Так быстренько мы тут пробежимся, что можно, значит, эту проблему обнаружить на УЗИ, будут зоны с низкой эхогенностью, вот здесь стрелочкой она отмечена, могут присутствовать кальцификаты, эрозии в нижнем поросе надколенника. Чувствительность и специфичность УЗИ 58% и 94%, соответственно. В принципе, нельзя сказать, что это очень мало, но не очень это является предметом выбора, потому как минусы, такие как зависимость от специалиста, который проводит, кто-то увидит, кто-то не увидит, грубо говоря, и невозможность отдифференцировать внутрисуставные какие-то проблемы другие. То есть, например, то же самое там ущемление жирового тела ГАФА, там еще какие-то вещи, там повреждения связочного аппарата посредством УЗИ будет определить сложно. И вот также здесь, например, показано, да, что мы видим вот сухожилия четырехглавы мышцы, да, и сразу в одном сухожилии у нас и здоровая ткань зеленым цветом, и синенькая ткань – это вот реактивная стадия тендиноза, тендинопатии, и красная – это дегенерация, то есть сразу у нас там три стадии в одном сухожилии, и как мы будем определять, какая она – спорный вопрос, поэтому больше мы на осмотр ориентируемся. Также мы можем посмотреть эту область на МРТ. Тоже вроде бы как есть визуальное подтверждение, то есть вот мы здесь видим усиление сигнала, утолщение, собственно, связки анкореника, что вот как бы говорит о ее проблеме. Ну, вспоминаем мы, да, то исследование на рэкбистах, где у нас вот из 15, например, патологических УЗИ было только шесть подтвержденных диагнозов, или там из девятерых только у двоих. То есть визуализация, во-первых, далеко не всегда коррелируется с клиническими проявлениями, то есть жалобами, и поэтому ориентироваться на данные методы исследования достаточно сложно при постановке диагноза тендинопатия. Поэтому мы их учитываем, но все-таки ориентируемся в основном на тестирование, на осмотр, на жалобы, на то, что мы можем непосредственно сами потрогать, как-то подтвердить. Единственное, как бы такое было отмечено в исследованиях польза от УЗИ и МРТ, то, что у людей с обнаруженными изменениями на УЗИ, риск развития симптомов был оценен в 4,2 раза больше, чем у людей, у которых на УЗИ или на МРТ все в норме. Ну, то есть, если уже диагностируется, то стадия более продвинутая, да? Ну, да, либо это может быть выражено, либо просто, опять же, может быть, ну, это как вот предрасполагающий фактор можно, да, учитывать, например. Если не беспокоит, но на УЗИ или на МРТ обнаружили какие-то изменения, то нужно просто больше об этом думать, включать какие-то упражнения, да, на профилактику, чтобы не дойти до того, пока это будет проявляться клинически. Потому как вот это, четкой связи нет, то есть, может быть, например, жалобы прошли, уже не беспокоит, а на УЗИ и МРТ будет стадия, там, прям, капец, крайняя. Вот в этом основное нарушение, то есть нет вот этого равенства. Может быть, или наоборот, например, на УЗИ и МРТ особо каких-то выраженных изменений нет, а там спортсмены беспокоят очень сильно. Поэтому в первую очередь нужно ориентироваться на то, что он вам говорит и что вы видите на осмотре. И вот переходим как раз к тому слайду, про который мы уже упоминали, дефицциальный диагноз. Значит, с чем мы будем, от чего мы будем отличать тендинопатию, сухожилия четырехглавной мышцы бедра, и я попытался какие-то варианты, как мы можем это там в паревых условиях, так скажем, выполнить. То есть без УЗИ, без МРТ, одно от другого отделить. Начнем тогда с синдрома или болезни ГАФА, как мы уже говорили. То есть вот здесь видно на картинке, оно отмечено, в целом оно желтенькое, жировое тело, но вот эта часть, которая ущемлена, которая воспалена, она здесь красная. То есть просто-напросто жировое тело либо после травмы, либо оно просто начинает ущемляться над коленником, соответственно, из-за этого оно либо начинает воспаляться, либо воспаление уже имеющееся усиливается, отекает, и естественно, этот импиджмент, так скажем, он только увеличивается. То есть она локально будет болеть примерно в том же месте. Но из тех моментов, которые мы можем, как мы можем ее отделить от тендинопатии, исключить, например, попробовать во время уже разогнутой ноги, то есть когда нога прямая, четырехглавая мышца напряжена, нажать, но не на собственную связку над коленника, а вот непосредственно на нижний полюс. То есть как бы придавить нижнюю часть над коленника туда, ближе еще к этому жировому телу, чтобы вот это ущемление спровоцировать сильнее. И тогда боль при данной патологии усилится, а тендинопатии по идее не должна. Либо есть вариант тейпирования жестким тейпом, вот здесь таким, схематичным образом. То есть мы вот двумя полосочками по диагонали, которые идут как бы над коленник, поднимаем и третьей полоской придавливаем как бы его верхнюю часть, чтобы вот приподнять нижний полюс. И, соответственно, например, выполнили эту аппликацию, попробовали снова симптомы спровоцировать. Если стало легче, значит, скорее всего, мы попали туда, куда нужно, и это болезненько-фай. Если ничего не изменилось, тогда, значит, это не оно. Вот. То есть такие два момента, как вот при их условиях можно это исключить. Либо вот попробовать спровоцировать, либо попробовать с помощью этапирования облегчить симптомы. Ну и как бы в крайнем случае, если у нас все есть, можно сделать МРТ, это будет видно там. Вот. Мы здесь, опять же, разбираем, как можно на осмотре там в кабинете или там на тренировке, условно говоря, попытаться это исключить. Но тренеру, собственно, это будет, наверное, тяжело сделать. Ну да, имею в виду, это больше рекомендации, там, например, ну для специалистов медицинской части, все-таки, ну массажисту, там врачу, как вот одно другого определить, чтобы не вести там спортсмена куда-то в клинику, да, выполнять какие-то визуальные там методы исследования, например, то можно попытаться попроще это сделать. потом следующая проблема пателлофеморальный болевой синдром, то есть проблема сустава между бедренной костью и надколенником. Здесь чаще всего механизм выступает, что надколенник смещается более латерально, то есть более кнаружи находится от нормального положения, поэтому возникает как бы там, возникают симптомы, возникают боли. Можно попробовать, опять же, с помощью, например, тейпирования его более медиально подтянуть и снова попробовать спровоцировать симптомы. Если стало легче, опять же, тогда, наверное, это пателлофеморальный болевой синдром. Если ничего не изменилось, тогда снова мы останавливаемся на том, что это, наверное, тендинопатия. Но тоже, опять же, это более для все-таки для медицинского штаба такие рекомендации. Потому что вот пателлофеморальный болевой синдром, его сложно, да, то есть если тут при жировом теле ГФА есть конкретный тест, да, там колено разогнуто, надавили на нижнюю часть надколенника, спровоцировали или нет, то здесь сложно, такого конкретного теста нет, поэтому приходится какие-то такие варианты искать. Либо мы потом этого коснемся, с помощью упражнений можно будет попробовать пателлофеморальный болевой синдром отличить от тендинопатии. третья проблема, которая часто может быть похожа плюс-минус там по симптомам над тендинопатию это повреждение мениска. Даже, наверное, скорее здесь мы будем говорить не про острое, с острым, наверное, все будет более понятно, а про хроническое. Здесь все просто, есть тест ЭДЖа, то есть мы просим спортсмена присесть с максимально развернутыми наружу стопами, это будет тест на повреждение, на проблему медиального мениска, если во время этого когда он присел у него боль спровоцировалась в внутренней части, то мы говорим о том, что скорее всего это медиальный мениск. И наоборот, носки кнутри присел, если боль снаружи, то латеральный или наружный мениск вырежден. Но вот касаемо этого теста у тебя есть опыт тестирования, насколько мне известно. Да, 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 и очень хорошо показывает, да, все четко, то есть у него плюс его в том, что высокая чувствительность и специфичность. Чаще всего просто используют другие тесты, в общем, вкратце коснемся, тоже больше для врачей, там, тесты Макмара, тесты Эпли, они более известные, там, лежа на спине или лежа на животе, там, определенные манипуляции выполняют и также оценивают воспроизведение симптомов. Но у них низкая чувствительность и специфичность, то есть они могут давать боль, но это не обязательно будет мениск, это может быть там еще что-нибудь внутри колена. А у данного теста из тех вот, которые я там использовал, грубо говоря, наиболее высокие эти показатели, он редко, когда путает этот тест, так скажем, патологию с какой-то другой. Поэтому его рекомендую. И четвертое, патологии другого региона, естественно, ну мы здесь не будем углубляться никуда, просто это надо учитывать, что если болит колено, все-таки есть небольшая вероятность, что это не из-за колена. Что тоже нужно не забывать. Не только колено проверять, но там тазобедренные суставы голеностопные, что бывают все-таки какие-то вещи, которые либо свыше, либо сниже приходят. Вот это значит, что касаемо дефициальной диагностики, мы определились и будем уже переходить к лечению. Значит, как бы специфическим лечением тендинопатии, проблем сухожилия являются эксцентрические нагрузки. То есть, именно эта нагрузка вызывает ремоделирование волокон коллагена. Давай напомним, эксцентрическая это момент, когда мышца растягивается, то есть, точки крепления ее удаляются. Да, когда она напрягается, но при этом растягивается, то есть, проигрывает либо силе тяжести, либо той силе, которая ей противодействует. Ну, самый вот простой, кроме того, что продемонстрировано здесь, это, когда мы приседаем, опускаемся вниз, наши мышцы растягиваются. Это эксцентрический режим. Ну да, для четырехглавы мышцы, да. Ну, это я для того, чтобы ребята, игроки, тренеры будут слушать, чтобы у них было понимание того, в каком режиме что работает. Да, да, конечно, да, все корректно. Вот, и, то есть, можно говорить о том, что это уже подтверждено, там, куча исследований, непонятно точно, как это работает, но подтверждено, что именно данная нагрузка положительно влияет на сухожилие, помимо того, что она усиливает его рост, грубо говоря, так скажем, также оно в большей степени влияет на адаптацию его к нагрузкам, но, очень большое но, также много данных уже есть, которые приходят к тому, что эксцентрическая нагрузка является слишком агрессивной во время сезона, то есть, она может даже не то, чтобы не дать положительную динамику, а даже спровоцировать отрицательную, то есть, быть как раз тем фактором, который приведет к перегрузке в данном случае сухожилия четырехглавые мышцы и воспроизведет симптомы там у кого-то из спортсменов, поэтому не нужно об этом забывать, а нужно даже наоборот на это ориентироваться, что эта тактика может быть, то есть, тактика использования эксцентрической нагрузки как профилактическая может быть слишком агрессивной, вот, поэтому мы постараемся, сформировать какие-то рекомендации, там, в том числе, там, для тренеров УФП, как этих проблем избегать, и вот, если касаемо эксцентрической нагрузки, то я бы, наверное, рекомендовал не исключать ее, естественно, мы должны ее добавлять, чтобы сухожилия тренировались, но, наверное, в предсезонный, в предсезонный этап, то есть, не во время сезона, когда, ну, в подготовительную фазу, так скажем, когда риск все-таки меньше провокации данных симптомов или развития такой проблемы как тенденопатия. Ну, еще обычно используют упражнения, которые связаны с профилактикой травм, после того, как закончился сезон и началась фаза восстановления, то есть, период отдыха, потому что нету больших нагрузок, есть возможность подвести итоги, там, посчитать количество травм своих за сезон и начать с ними работать, и также выполнять эти упражнения в первой части предсезонной подготовки, вводной, направленной также на профилактику травм. Ну да, то есть, вне сезона, как бы, чтобы, да, всем было понятно, так как очень полезно, но очень рискованно, так как у нас, там, в книге «Игра престолов» Нед Старк говорил, что все, что сказано до слова «но», это, там, лошадиные экскременты, поэтому мы здесь учитываем, значит, в основном ориентируемся на то, что это опасно, а не сколько полезно. Вот, ну так это просто, чтобы разбавить чуть-чуть серьезную обстановку. Вот, и второе еще, что мы должны учитывать, изолированное лечение, там, или профилактика только эксцентрическими упражнениями, она не влияет на кинетическую цепь, грубо говоря, то есть, вот как мы обсуждали, там, если у нас какие-то есть проблемы со стороны голени, голеностопа, естественно, данный метод, формат лечения, он туда не будет оказывать свое влияние, поэтому на этом тоже зацикливаться не нужно. Ну, и здесь приведены примеры, значит, да, вот это слева, самое крупное изображение, это так называемый реверс-нордик, или обратные нордические наклоны, то есть, вот из этого положения мы с прямым корпусом максимально отклоняемся назад, да, и вызываем напряжение эксцентрическое четырехглавых мышц. потом второй вариант модифицировать тот самый тест, да, который мы выполняли для провокации симптомов, он же может являться эксцентрической нагрузкой, эксцентрическим упражнением. Потом вот на картинке с девушкой, это у нас здесь испанский присед, часто, например, футболисты его там выполняют на своих сборах, в своих командах. Да, оно довольно популярное, я тоже видел. Да, и тоже оказывают положительное влияние, ну или просто-напросто вот там с резинкой или там с блоковым тренажером, там с чем угодно, просто банальное разгибание, и вот из положения разгибания, да, мы поддаемся как бы резинке и ограничиваем скорость, с которой она согнет наше колено. Вот такие варианты я предлагаю. Следующий тип нагрузки, который может оказывать положительное влияние на сухожилие, это изотоническая нагрузка. Ну, то есть стандартная просто, да, работа с утяжелением. Такая программа тоже, она исследовалась у некоторых там ученых, так скажем, во многих спортивных командах и показала свое положительное влияние на тендинопатию. То есть здесь в эту программу входят стандартные приседы с весом, то есть в которых и концентрическая фаза, и эксцентрическая. Ну, ключевое, что они должны выполняться очень медленно, то есть медленная изотоника. Потом второе, гак-приседы, ну, то есть на станке или там просто держа штангу за спиной, иногда это выполняют. И ногами. Рекомендуют, значит, выполнять это в 3-4 подхода. Максимальное количество повторений начинают от 15, но должны дойти до 6 повторений, то есть чтобы за подход спортсмен не мог сделать больше 6. то есть должна быть. Движение должно быть медленное, как опускание, так и вставание. Верно? Да, 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 и концентрическая, эксцентрическая фаза выполняется медленно. Мы там сейчас на следующем приведем прям конкретно там по секунду, как рекомендуют выполнять. Вот, и точно так же, как я уже говорил, исследовали эффективность на тендинопатию изотонической нагрузки, и она не сильно меньше, чем эксцентрическая, показала свое положительное влияние. Вот, и третий уровень, не уровень, а тип нагрузки, который используется и который также является лечебным, так скажем, для тендинопатии, это изометрическая нагрузка. Ну, или в простонародье статическая. Да, статическая, то есть когда мышца у нас не меняется в длину во время напряжения. Но она как бы, эта нагрузка больше является обезболивающей, то есть сначала считали, что она положительно влияет на само сухожилие, но потом во время исследований пришли к тому, что она не сколько влияет на само сухожилие, а сколько влияет больше на центральную нервную систему. То есть весьма вероятно там по воротной теории боли, там по каким-то еще механизмам она воздействует на нервную систему, как я уже говорил, и осуществляет обезболивание. Вот, то есть тоже мы ее должны использовать, она дает хороший результат, но нельзя забывать, что она как бы является не симптоматическим лечением, то есть которое просто уменьшает симптомы. Но еще большой плюс, помимо обезболивания, также доказали в исследовании, что она обеспечивает функциональное улучшение максимального произвольного сокращения четырехглавой мышцы. То есть вот после нескольких подходов такой статической нагрузки, четырехглавая мышца, несмотря на то, что она как бы напряглась, она может дать более мощный, так скажем, результат, чем до этого. Прибавку в силе получается. Да, 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 да. Поэтому я бы рекомендовал использовать данное упражнение, вот испанский присед, он уже у нас был сегодня, или там каталонский, еще его называют, не суть важно, в разминке. То есть вот его как раз можно использовать и в течение сезона, там, и в подготовительных, на подготовительных этапах, то есть перед тренировкой, перед игрой, там, пять подходов, есть данные, где рекомендуют пять подходов по 30 секунд, есть данные, где пять подходов там по 45-60 секунд, там, пять раз в неделю, даже некоторые рекомендуют два раза в день, то есть проблем не будет, хуже от этого не будет, положительное влияние есть. По некоторым исследованиям с 45 минут обезболивания, да, эффект сохраняется, по некоторым от двух, там, до восьми часов даже доходит. Поэтому, опять же, формируя рекомендации, наверное, лучше использовать это внутри сезона, как разминку, как перед тренировкой, так и перед игрой. Ну да, здесь важно будет игрокам самостоятельно. Пришли перед разминкой, перед тренировкой, выполнили подобные упражнения. Если две тренировки, особенно две тренировки, там, улица, поле, тоже актуально. Да, да, и много времени не займет, то есть, это буквально, там, до пяти минут. Вот здесь, опять же, я там привожу график, это как раз исследование в течение сезона, где спортсменам его давали, у тех, у которых есть проблема с сухожилием, про которое мы сегодня говорим, и вот боль уменьшилась, там, с семи ориентировочно баллов по десятибалльной шкале до, там, четырех, и за семьи недели. Это ощущение боли до ощущения дискомфорта, который не мешает. Да, да, да. Вот, и вот следующий слайд, это такое достаточно важное исследование, как раз тоже, которое было привезено внутри сезона, и что важно, не было никакого, никакой модификации тренировочной или соревновательной деятельности у этих спортсменов, то есть, как шел сезон, так и шел, ни у кого нагрузка не уменьшалась, там, ничего не добавлялось, кроме вот этих упражнений. В одну группу добавили статические упражнения, в другую группу добавили изотонические упражнения, то есть, вот эту программу с отягощением, про которую мы говорили. И, значит, группа статики выполняла пять подходов по 45 секунд на угле 60 градусов, 15 секунд был отдых, 80% от максимального усилия и добавлялось по 2,5% в неделю. А там не указано 80% от одного предельного максимума? Да, я так понимаю, что да. Но это довольно тяжелый вес, может быть. Да, поэтому, собственно, в том-то и разговор, что сухожилие тренируется, должна быть очень серьезная нагрузка. А у тех, которые выполняли, значит, с отягощением, то у нас 4 подхода по 8 повторений, и вот конкретно, то есть, они 3 секунды была концентрическая фаза, то есть, там, ну, подъем из приседа, 4 секунды эксцентрическая фаза, фаза, когда он опускался в присед, также 15 секунд отдых, также 80%, и каждую неделю 2,5% вес добавлялся. Ну, это довольно сильные ребята должны быть. Ну, да. 80% мы обычно закладываем, там, 5-8 повторений, ну, в зависимости, вот, упражнения. То есть, это довольно нелегко выполнять. Да, да, действительно, то есть, здесь ключ в том-то является, что на легком сухожилие вряд ли будет работать. На легком можно в статике посидеть, да, а не обезболивание произойдет, но так, чтобы сухожилие адаптировалось к нагрузке, нагрузка должна быть выраженнейшая, можно так сказать. Ну, тут еще важно учитывать, все-таки, на каких упражнениях было. Если это условный тренажер, то это одна история, если это, там, приседание со штангой, то это совсем другая. Ну, конечно, конечно, конечно. Нет, подразумевать, что это упражнения, выполненные в тренажерах. Да, здесь, смотрите, да, я просто забыл это произнести, извините, вот extension machine, то есть, у них это вот, ну, как бы, грубо говоря, да, как блоковый тренажер. Тренажер для разгибания голени, я больше предполагаю. Да, да, то есть, просто они, ну, то есть, это не, как бы не присядь со штангой, да, то, что, то, что Роман сказал. Да, просто могут услышать или понять, что можно приседать. Не, это, наверное, там можно, да, действительно, перестараться. То есть, вот в группе статики просто они одной ногой удерживали этот вес на уровне 60 градусов, там, в течение 45 секунд, а в группе изотоники они просто этот вес, то есть, полная амплитуда от 90 градусов там до практически нуля сгибали и разгибали колено. Вот, выполняли, значит, они эту программу 4 недели, и, что интересно, эффект был одинаковый практически, то есть, никакой разницы не было. И у тех были улучшения и у тех ухудшений не было ни у кого. То есть, опять же, и то, и то можно использовать. И снова, значит, мы вернемся, чтобы какие-то рекомендации нам очертить. То есть, эксцентрику, наверное, мы в фазу вне сезона, то есть, либо предсезонную подготовку, либо после сезона, когда нагрузки уменьшились. Статику мы, наверное, можем использовать там чуть ли не каждый тренировочный день в качестве разминки, до нагрузки, да, и вот изотоническую можно оставлять внутри сезона, но там не более там двух раз в неделю там находил я данные, то есть, ее рекомендуют использовать в качестве профилактики там два раза в неделю. То есть, больше можно, опять же, перестараться и спровоцировать какие-то проблемы. Вот, а пару раз в неделю, если это делать, то будет положительное влияние. И, например, вдруг на тех, у кого в команде там подобные какие-то проблемы есть, например, там острая фаза прошла, но какие-то жалобы еще остаются, или же на тех, у кого есть предпосылки, но чтобы данная патология не развилась. Вот, это значит, что касаемо упражнений, касаемо там нагрузочных методов лечения, активных. Так как на следующем слайде у нас показаны пассивные методы лечения, тоже очень широко применяются, в том числе при диагнозе это эндинопатии. Большая группа этих методов лечения это инъекции, в табличке они здесь переведены, инъекции PRP, то есть плазма, обогащенная тромбоцитами, часто используют, но по всем исследованиям, нет еще исследований, где был бы какой-то качественный результат, где бы ее использовали как монотерапию, ну то есть только инъекции, например, без упражнений. Как нет эффективности, так и нет четкого протокола. Кто-то рекомендует делать там только в первые 48 часов, когда проявились симптомы, типа дальше нет смысла. Кто-то рекомендует там колоть ее раз в неделю, там три недели, кто-то там раз в три дня, там 10 процедур. В общем, много разных вариантов, но ни один из них в исследованиях не подтвердил как бы свою эффективность и надобность. То есть как упражнения помогают без PRP, так и вместе с PRP. Толку как бы какого-то выраженного нет. Потом инъекции стероидов. Понятно, как мы уже обсуждали, патологическое влияние на ткань сухожилия, увеличивается риск разрыва и опять же, даже если, допустим, сделали, только краткосрочный эффект был оценен. То есть в долгую не было никакого эффекта, в долгую, опять же, эффект упражнения был гораздо лучше. Ну вот, Паш, у меня вопрос. здесь подразумеваются кортикостероиды? Да, да, да. Просто опять же, игроки и тренеры могут воспринять это как анаболический, прием анаболических стероидов? Нет, нет, нет. Да, именно то, что я сказал, кортикостероидные препараты. Потом, значит, инъекции стволовых клеток также предлагалось как один из вариантов, но экспериментально до сих пор считается лечение, точно данных об эффективности нет. То же самое по поводу инъекции гиалуроновой кислоты в сухожилие. Тоже данных нет, но там особые механизмы, непонятно, как она будет работать, поэтому смысла нет использовать. И еще такой был вариант инъекции склерозирующих агентов, то есть вот против той самой неоваскулиризации, против образования этих сосудов. То есть эти препараты, когда вводили, они и подавляли образование новых сосудов, и должны были разрушать уже сформировавшиеся. Ну, как бы, теоретически данные есть, вроде как они это выполняют, но на эффективность никакого особенного тоже влияния не было, то есть данные спорные не подтвердилось. Это инъекции. Потом переходим к физиотерапии, что чаще всего предлагают ударно-волновая терапия. На трех теориях как бы строят ее эффективность, то есть стимуляционная анальгезия одна из теорий, то есть гиперстимуляция до области, которая болит, тормозит передачу импульсов в нервной системе, тоже, так скажем, по типу, ну, здесь не воротная теория боли, но, в общем, через нервную систему. Механическая нагрузка, которая создается ударно-волновой терапией, стимулирует регенерацию тканей. Это второй механизм. Вот что мне удалось найти. Что-то тут заработало, что-то. То есть ударно-волновая терапия активирует теноцитами клетками сухожилия, синтез коллагена. Вот, опять же, теоретически это, как бы, да, вроде как подтверждено, но эффективности тоже не получено. То есть как монотерапия она тоже не работает. Работает вместе с упражнениями, но упражнения работают и без нее. Собственно, зачем тратить на нее время, там, деньги и прочее. Потом также предполагает, предполагалось использовать ультразвуковую терапию, низкоинтенсивную. Тоже теоретически она должна была стимулировать выработку коллагена, но, опять же, по сравнению там с экцентрикой никакого результата не дало. Или гипертермия. То есть просто, ну, процедуры, которые тепловую нагрузку давали на сухожилия, тоже никаких данных не было получено эффективности высокой. И самое интересное, что даже вот я удивился, когда обнаружил такой метод, пробовали пластыри с глицерилнитратом, тринитратом, то есть нитроглицерином, просто народе и препаратом известным. Они строили свою теорию на том, что оксид азота, который в этом веществе содержится, ну, он важную роль, да, действительно выполняет там в синтезе коллагена, в делении там клеток фибробластов. То есть, по идее, да, можно было бы подумать, что если он туда попадет, то как-то он может положительно повлиять. Но, также были исследования, то есть, одной группе клеили пластыри с глицерилнитратом, а другой группе клеили пластыри ни с чем, просто обычной бумажки. И никакой разницы в эффекте не было ни одних, ни у других. То есть, эффект плацебо тоже имеет место быть? Нет, наоборот, не было разницы. То есть, что одним было, неважно, что клеили, что не клеили, что другим, ничего не изменилось, то есть, ничего не работало. Вот, поэтому, исходя из этого, мы делаем вывод, что, в принципе, наверное, не следует особенно использовать пассивные методы лечения при проблеме тендинопатии, только если мы не говорим о модификации симптомов. То есть, например, если у спортсмена очень сильно болит колено, можно использовать, например, тейпирование, какую-то мануальную терапию, пусть даже ударно-волновую, но только если мы говорим это как обезболивание, только чтобы, например, облегчить его страдания. грубо говоря. Но так, чтобы это являлось лечением специфическим для тендинопатии, то, к сожалению, не найдено на данный момент пассивных методов лечения, которые могут это делать. Только упражнения. Вот. И, например, касаемо PRP, пример исследования научного, то есть, три группы, одним водили плазму, обогащенную тромбоцитами с высоким содержанием лейкоцитов, в другой группе там с низким содержанием лейкоцитов, а третьей водили солевой раствор. И, значит, оценивали там через 6 недель их симптомы, через 12 недель там и через 6 месяцев. И, в общем, ни на каком из этих этапов, ни в одной из групп тоже не было облегчения. Ни в лейкоцит, ни с повышенным содержанием лейкоцитов, ни с пониженным, ни солевой раствор. То есть, одно от другого не отличается. Что воду вкалывай, что PRP. В общем, жалобы были, как были, так и были. Ну, то есть, это вот как раз согласуется с тем, что все-таки это не воспалительного характера повреждений. В том числе, да. И, коснемся мы тоже коротко, сильно не будем углубляться в революционные программы. То есть, если уже мы понимаем, что там, да, эти методы там внутри сезона, которые добавления там статической нагрузки или затонической не помогают, нужно спортсмена убирать из тренировочного процесса и заниматься непосредственно реабилитацией. В основном делят на четыре фазы, то есть, под тем же уровнем нагрузки, который мы уже разобрали. Там фаза обезболивания, где будет статическая нагрузка, те же самые, там, испанские приседы, например, лучше на одной ноге, потому как, ну, может щадить спортсмен больную ногу, да, если будет выполнять на двух ногах. И, кстати, вот это упражнение, это можно использовать диагностики, то есть, статическую нагрузку, например, тот же самый испанский присед, мы помним, да, что он должен оказывать обезболивание, если у нас тенденопатия, например, дали спортсмену выполнить, там, пять подходов по 50 секунд и снова проверяем симптомы. Если помогло, скорее всего, тенденопатия, а, например, если патолофеморальный болевой синдром, по которому уже говорили, то очень вероятно, что симптомы только ухудшатся, еще больше станет болеть после этой нагрузки. То есть, можно так отделить одно от другого. Второй уровень, второй этап там реабилитации, это вот как раз будут те самые изотонические упражнения, то есть, мы будем увеличивать нагрузку, там, работа с весом, сначала там 10-60 градусов, например, амплитуда там в колене, потом уже до 90 доходить, то есть, те же самые приседы там, ну, отдаем акцент упражнениям на одной ноге по той же самой причине, чтобы спортсмен не щадил ногу, которая беспокоит. То есть, там болгарский присед, разгибание в колене, сидя, например, в той же самой экстенджен машин, жим там одной ногой, различные варианты рекомендуют через день ее выполнять, а в день отдыха выполнять программу первого этапа, то есть, изометрию в основном. И потом уже третья нагрузка, как раз нагрузка вот, где присутствует накопление и в освобождении энергии сухожилием, то есть, уже более серьезные упражнения, но важно помнить, что здесь нужны условия некоторых перехода к этой фазе. То есть, должен быть силовой компонент, например, рассматривают там 4 подхода по 8 повторений жима одной ногой 150% веса тела атлета. Если он может это сделать, и у него не болит колено, то можем переходить к этой стадии. И, например, когда он выполнил, да, вот какие-то упражнения, допустим, эксцентрические, если у него боль даже несколько усилилась после них, но прошла через 24 часа, то это является положительным критерием, значит, можно переходить к этому третьему уровню. здесь уже будет акцент как раз на специфические упражнения, то есть, выпрыгивание, приземление, но так как мы касаемся регби, здесь больше нужно будет уделять упражнениям со сменой направлений, то есть, так как все-таки прыжки, приземление, да, у нас это не самое основное, хотя тоже присутствует. Просто, например, там, если какой-нибудь волейболиста приводить в пример, у них там на этой, на этом этапе реабилитации, например, во время занятия, там 300 приземлений из блока, например, они делают и смотрят, там, сухожилие выдержит или нет. Естественно, в регби, наверное, это не очень применимо. Ну, у нас те же самые ускорения, правильно, прыжки, то есть, со сменой направлений упражнения, прыжки вперед на одной ноге. Да, 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 вот и так будет и адаптироваться сухожилие и проверяться, насколько оно восстановилось. Здесь рекомендуют использовать эти упражнения каждый третий день, так как есть там теория 72-часового ответа коллагена на подобную нагрузку, то есть, они должны пройти, чтобы сухожилие нормально отреагировало. И если у нас все нормально на этом этапе, то четвертый этап это возвращение в спорт. Здесь просто-напросто те упражнения, которые мы делали на третьем этапе, на активном, мы заменяем тренировками в общей группе. Вот, и также, ну, и рекомендуется, опять же, перед тем, как переходить в общую группу, диагностика силовых показателей, то, что в прошлом мы эфире говорили, например, за кинетическое тестирование на специальном аппарате провели, посмотрели силу передней поверхности относительно задней, передней поверхности больной ноги относительно здоровой, если дизбалансов нет, если все хорошо, то можно возвращаться. Например, провели тот же самый тест прыжка на одной ноге вперед, оценили, все нормально, значит, можно возвращаться. Или там максимальный вертикальный прыжок, оценили, не заболело колено, посмотрели, что он при приземлении не напрямую колено приземляется, а сгибает его, так же, как и здоровое. Значит, все нормально, можем возвращаться в общую группу. Но не забывать профилактику. Как мы уже говорили, вернулся в общую группу, но выполняет статику перед тренировкой, перед игрой, выполняет там и за тоническую нагрузку, допустим, два раза в неделю, выполняет эксцентрику в межсезонье, так скажем. Ну и вообще тут стоит добавить, что это рекомендовать можно всем игрокам. У кого есть синдром, это обязательно, у тех, у кого нет, как профилактика. Да, лучше делать, лучше делать всем, конечно, да, опять же, потому что никто не застрахован, что в какой-то момент данная проблема может образоваться и придется уже более длительно ее решать. И еще я подготовил два слайда. Первый – это возможные проблемы во время реабилитации, с которыми может столкнуться спортсмен там, да, и физический терапевт, который будет с ним работать. Это первое, чтобы хотелось выделить пугающие временные рамки, то, что мы уже говорили, что может доходить до 12 месяцев даже. То есть спортсмену нужно как бы эмоционально, морально к этому подготовить, чтобы он не пугался, потому что мало кто так с легкостью воспримет, что ему нужно делать там какие-то упражнения там несколько месяцев и не возвращаться в игру. А есть данные даже, что около 50% спортсменов спустя 12 месяцев не могут вернуться к спорту без боли. Ну, это родни крестообразной связки, что там 9 месяцев сейчас возвращаются. Ну, да, просто даже у крестообразной связки более, я бы сказал, прогноз лояльнее, то, что там если все правильно сделать, то как бы ты практически 100% наберешь кондиции, которые должны быть, и вернешься в спорт. А здесь, если у тебя дошло там до фазы дегенерации, то в определенных случаях там хоть как-то правильно делай упражнения, то может и не помочь никогда, как грубо это звучало. В случае-то с крестом ты понимаешь, что у тебя что-то оторвалось, у тебя была операция, ты какое-то время там находился иммобилизованным, а тут тебе кажется, что у тебя все на месте, но при этом тебе что-то мешает. Да, мне кажется, здесь психологически может быть очень непросто. Тяжелее, да. Потом вот второе, это центральная синтетизация, сложное словосочетание, но значит, когда болевой синдром присутствует достаточно долгое время, но это когда там месяцы беспокоил, он может остаться на уровне нервной системы, то есть на уровне страницы системы, там задние рога спинного мозга увлечены, чувствительная кора, то есть даже после того, как, например, спортсмен прошел хорошую реабилитацию, у него на самом деле с коленом уже все в порядке, но оно у него болит все равно. Такое здесь тоже присутствует, поэтому в тяжелых случаях рекомендуется такой мультидисциплинарный подход, то есть с участием психолога. Тоже не каждого спортсмена на это можно очень легко уговорить, нужно подготавливать, но есть данные, что без этого не поможет в некоторых случаях, то есть как бы, опять же, хорошо вы не делали упражнения, как бы хорошо не адаптировалось его сухожилие, но может быть из-за нервной системы он будет испытывать дальше боль, и никак это не будет меняться. Потом следующая проблема – зацикленность на пассивных методах лечения, которые мы уже разобрали. Много где любят это рекомендовать, на самом деле многие спортсмены это любят, то есть когда он, например, на сборах или неважно где, пришел к спортивному врачу, обращается с проблемой, вот меня там так беспокоит, ты посмотрел, провел диагностику и говоришь ему, какие упражнения ему надо делать, и они часто на тебя смотрят с таким взглядом, как бы, что, типа, я тут лечиться пришел, а не упражнения там какие-то делать, и мне и так хватает упражнений, давайте мне там, сделайте мне какое-нибудь физио, или укорите мне что-нибудь, или наклейте мне что-нибудь, чтобы мне помогло. Но, опять же, как мы говорили, что в данном случае, касаемо тенденопатии, к сожалению, кроме упражнений ничего не поможет. Поэтому тоже нужно хорошо объяснять, чтобы спортсмены были готовы долго и упорно делать упражнения. И не забывать об двигательных дисфункциях, так скажем, в широком смысле слова, то есть что с одной стороны нам нужно избегать мышечных дефицитов, то есть односторонние упражнения делать, то есть на одной ноге, чтобы на двух, как мы уже говорили, спортсмен не щадил ту, которая его беспокоит. С другой стороны, нужно не забывать про кинетическую цепь, как мы уже говорили, то есть не только бедро, но и хотя бы не забывать про голеностоп и голень, и не забывать про биомеханические нарушения, то есть такие, как биомеханика того же бега, которая может меняться ввиду проблемы с коленом, биомеханика прыжка, биомеханика приземления и прочее. То есть все эти аспекты во время восстановления, нужно учитывать, а не только статику, концентрику, эксцентрику на четырехглавую мышцу. Чуть-чуть шире нужно смотреть. И заключительный слайд, я назвал его, так скажем, патологический путь пациента или спортсмена. То есть, чтобы обрисовать наглядно, вот, допустим, у спортсмена до нескольких недель, у кого-то несколько месяцев беспокоила тендинопатия, связки над коленником, как потом окажется, он там не знает. Он пришел в какую-нибудь там частную клинику, например, где любят продвигать пассивные методы лечения, там такие, как вот то же самое физио, как я говорил. Ему назначили там на 3-4 недели кучу там физиопроцедур. Он на них ходил-ходил, естественно, нагрузку уже он убрал, сухожилия, оно у него прошло за эти 4 недели. Ему говорят, все супер, вот поэтому мы назначаем то самое физио, потому что оно реальное, оно помогает, все круто. Он возвращается в команду, через какое-то время у него опять либо сразу симптомы воспроизводятся. Он там снова начинает искать варианты, где можно полечиться. Там нашел, допустим, какую-нибудь остеопатическую клинику, пришел, они там привели осмотр, сказали ему, что у него там в детстве было много там подвывихов голеностопного сустава, нужно поставить там таран на место, там наладить кранесакральный ритм, как бы все хорошо там, ну пусть налаживают, но опять же это к нашему сухожилию никакого отношения не имеет. Он там ходил на 10 процедур, там пару раз в неделю. Естественно, снова у него прошло колено, потому как он его не нагружал, ему рекомендовали в это время заниматься только лечением. Но когда он вернется в команду, все снова встанет на свои места. Потом дальше может попасть в какую-нибудь там клинику со специалистами кинезиологии, где там будут ему паттерны там лечить, потом ФМС или там по динамической, динамической нейростабилизации, например. Это тоже все хорошо, имеет место быть как лечение, но не относится к нашей проблеме. Придет потом там к классическому ЛФКшнику там из советского периода, тоже они там будут суставную гимнастику делать, там все хорошо, как-то нагружаться, но к сухожилию это не поможет. Вот это все займет, у него там больше полгода, после этого он уже отчаявшись придет к травматологу, который либо, например, сразу ему скажет, ну видишь, ты уже лечил консервативно сколько времени, и у тех, и у тех, и у тех никак тебе не помогает, давай-ка ты на операцию. Или там, например, предложат ему сделать PRP, там несколько раз они сделают, опять же тоже какого-то кроме краткорасточного эффекта в лучшем случае они ничего не добьются, и после этого он снова ему порекомендует, наверное, операцию, так как ты уже долго лечишь, и консервативные методы, видимо, тебе не подходят. А на самом деле просто консервативные методы были хорошие, но немножко не те, которые были ему нужны. Поэтому, в общем, эту проблему нужно внимательно идентифицировать, и если уже она на такой стадии, степени, когда она не дает тренироваться, лучше все-таки постараться найти какой-то специализированный центр, не самолечением заниматься, не самопоиском каких-то чудодейственных специалистов или пассивных методов лечения, а найти нормального физического терапевта, который поработает над мышцей, над сухожилием и вернет спортсмена в общую группу. Ну, или обратиться к тебе. Ну, как говорят, ну, мы что-то не реклама, поэтому... Ну, а я со своей стороны еще добавлю, что желательно, чтобы и сами игроки, и тренеры понимали, что после травм или после каких-то симптомов или поставленных диагнозов не стоит возвращаться в тренировочный процесс сразу в общей группе, ну, то есть тренироваться в общей группе, что желательно пройти какой-то небольшой хотя бы путь с повышением постепенной нагрузки. Потому что зачастую тренер задает вопрос, ну, что, ты как себя чувствуешь? Да вроде нормально. Ну, и пошли. И вот со всеми он начинает бегать. И получается вот этот порочный круг, о котором ты говоришь. Процесс дегенерации идет, болевое ощущение то появляется, то проходит. Игрок то потренировался, то у него заболело. Но дай нагрузку постепенную, поработай с проблемой, и ты спортсмена не потеряешь. Тут больше надо, опять же, обращу внимание, взывать к здравому смыслу не только самих спортсменов, потому что это люди абсолютно порой фанатичные и готовые со сломанными костями, там, порванными связками идти кидаться на амбразуру. Но и сами тренеры, чтобы внимательно следили за своим, за здоровьем своих спортсменов. Потому что лучше не выйти на одну-две игры или там пропустить полгода даже, но потом 10-15 лет играть и приносить пользу, чем полгода потерпеть и потом закончить свою карьеру. Что, к сожалению, довольно часто и происходит. Абсолютно верно, да, присоединяюсь. Так, да. У тебя все, да, Паш? Да, да, все, все, закончили, да. Если, опять же, какие-то вопросы будут, что-то непонятно в комментариях, пишите. Я думаю, что какую-то часть слайдов мы там поделимся в соцсетях, что-то оставим. Ну, если что-то будет непонятно, то пишите, постараемся ответить на все вопросы. Да. Спасибо, Павел, тебе за реально познавательный семинар. Я думаю, что игрокам, тренерам, всем причастным, будет интересно, важно и, главное, полезна та информация. До новых встреч. Счастливо. Да, пока-пока.